Сложно представить, но на самом грандиозном объекте в новейшей истории Красноярска осталось разве что шурупы на ограждениях закрутить. Но если 4-й мост сдают в конце октября и у рабочих еще есть время, то вот подъезды к нему по сути уже готовы. Дорога от регистрационной палаты до самой переправы во время строительства вызывала много вопросов. Сегодня генеральный подрядчик в хорошем настроении дает стопроцентную гарантию качества на 5 лет. По поводу нареканий, я не знаю, дождеприемников, лужи и так далее. Ну вот смотрите, сегодня дождливой погода была. Ну где вы видите лужи? Ну где вы видите лужи здесь? Понимаете, ну кружка, ну вот мы стоим, вот здесь кружка воды, ну спустя. Что касается столбов среди тротуара или отбойников на проезжей части, все это часть проекта, который выполнен согласно всем документам и нормам безопасности, говорят строители. В этом вопросе повлиять на них не смог даже глава города, который также остался доволен ходом стройки. У меня тоже были замечания по этому проекту с точки зрения расстановки столбов, но, к сожалению, точнее говоря, к сожалению для меня, проектировщики убедили меня в том, что технические решения, которые приняты, они соответствуют требованиям нормативных документов. Самое главное при строительстве таких магистралей, это, конечно же, безопасность. Параллельно с окончанием возведения 4-го моста начинается еще одна масштабная стройка, выезд самой переправы на улицу Волочаевскую, а после и на Копылова. Начать этот проект одновременно с мостом возможности не было, говорят власти. Сегодня пока только подготовительные работы, ну а в будущем каждый проезжающий здесь автомобилист сможет наблюдать за стройкой, а некоторое время, возможно, придется потерпеть и неудобства от строительства. Определенно сложности есть по сооружению фундаментов, потому что часть улиц, как к дороге, подходит действующей. Ну, будем согласовывать, мы сейчас работаем по движениям. Сдать эту развязку обещают через три года. Главным препятствием, не считая финансовой стороны, остается проблема расселения людей с микрорайона Николаевка. Что касается самого 4-го моста, его открытие обещают в конце октября. Захар Письменник, Станислав Салтыков, Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин